всем привет я продолжаю рассказывать о событиях которые происходили у меня в жизни интересных может комических я вспомнила что когда мне было 14 лет мы поехали в болгарию с народным коллективом детским мы жили в горах две недели там было кругом ежевика так все было красиво и мы две недели каждый день мы спускались два километра вниз чтобы пить полезной воды с источника конечно в итоге оказалось что мы не тупили ну какой нам сказали руководители думы и пили вот мы были в трех городах на экскурсии и гуляли это была ошибка великой тырного и габрова вот представляете да советский союз юля вырвалась за границу то есть это было незабываемо и ну что мы уже знали это мы это понимали но все равно когда болгары говорили вот так да а вот так нет мы всегда смеялись ну то есть ну ты понимаешь это тебе об этом объяснили но запомнить и понять это тяжело через год мы где-то поехали в санкт-петербург город сказка то есть ты даже просто идешь по улицам и это такая архитектура что можно даже в музей не входить настолько все красиво мы были где-то поздней осенью и петергоф уже были закрыты фонтаны но ты даже в дворец входишь и такая красотища чувствуешь себя графини этот зеркальный зал он маленький да вот эта комната но то что с разных сторон там зеркала им кажется большой или крейсер аврора нам так интересно было но самое большее это конечно эрмитаж эрмитаж эти картины все в золоте я вот эти кувшины когда увидела да я думаю боже такие большие кувшины туда можно поместиться полностью никто себя не увидит я до сих пор хочу поехать в питер посмотреть белые ночи посмотреть все музеи но к сожалению у меня каждое лето работа и никто в сезон тебя не отпустит но я думаю что я все-таки совершу эту свою мечту вспомнила я в болгарии первый раз в жизни увидела аттракцион музыка и свет там была какая-то борьба вот на фоне крепости то есть это было очень круто очень классно практически каждое лето с детским коллективом радость мы ездили в пионерские лагеря только у всех людей это по одному проходит отдых да а у нас ко всему плюс были репетиции то есть приезжали разные постановщики давали репетиции для каждой группы боже мой бедные еле ходили мышцы так болели ну то есть это вроде целый год танцуешь правильно у тебя есть станок все но когда приезжает постановщик да и вот дается такая нагрузка сильная но все равно она очень нравилась потому что ну вы же знаете конкурсы разные проходят дискотеки мы были даже в одессе в молодой гвардии но это было осенью и поэтому мы даже там учились да и приезжали уже в школу показывали свои отметки там ну конечно учеба знаете такая была мы тоже учили номера было интересно и конечно же как и во всех странах и во всех городах нас водили на экскурсии то есть в этом плане детские коллективы очень были классные потому что не только ездили выступать выступали в основном мы даже не очень много но вот по экскурсиям нас всегда возили у нас был учитель истории в училище очень такой приколист мы когда сидели на уроке он говорит ну так кто пойдет к доске и всего типа знаете что-то там под партой забыли и он такой и тишина он не вернулся из боя и на истории ну я вообще на тебя это мой предмет который я учила последним я читала два предложения и сразу падала в сон то есть вот так история на меня влияла и я ложила под подушку книжку то есть если все нормальные люди читали все а потом ложили подушку под книжку чтобы знаете как бы запомнилось то что я решала что наверно не надо читать а она так перейдет с книги все в голову вот я сижу на экзамене ну что-то написала что-то я понятно что не ну я же не знаю этого вот и он подходит и говорит Юля ну давай списывай со шпаргалки я говорю вы же сказали что нельзя шпаргалки а он говорит Юля запомни на всю жизнь никогда не верь мужчинам вот так не ну конечно я сдала экзамен правда на третьем курсе когда я одела черное платье в прилипку на у нас новогодний вечер и он меня увидел говорит вот если бы ты это платье одела перед экзаменом вот я бы тебе и так поставил пятерку говорю ну вот если бы я знала я бы даже не учила вашу историю весь прикол в том может с возрастом меняются вкусы какие-то симпатии но я обожаю сейчас читать историю я например когда готовлю какое-то видео про тот же Анет Кабир я про Ататурка столько перечитала я не могу это все вам рассказать потому что это будет скучно если я беру 10 процентов из того что я узнала это уже хорошо то есть я выбираю самые интересные факты но когда я готовлю видео я не могу остановиться я столько читаю об этом наверное да наверное у нас как-то то что мы любим в детстве да или не любим потом мы когда становимся старше нам это уже нравится вы знаете у нас в училище даже была линейка по пятницам то есть если так ты едешь на 8.30 то ты должен был приехать на 8 чтобы вы понимали у нас значит очень далеко было училище на гпз и ты когда влазишь в троллейбус то есть тебя вносят вот ты даже даже ножками уже до земли не достаешь вот так соли и где-то наполовину уже все вышли то ты уже опускаешься как бы на землю нормально а назад у нас почему-то вот пары по кулинарии ставили в конце то есть вы понимаете да заканчивается где-то в 3.30 и если ты еще где-то там в 12 перекусил то уже до 3 ну как бы хочется кушать и вот это мы читаем вот эти рецептуру тортов знаете всяких запеканок мясных вот ты читаешь и думай господи ну почему это не первый урок и ты опять влетаешь в этот троллейбус быстро приезжаешь домой и жаль первое что попадется под руку обычно попадалось лук хлеб кубиками и яйца вот это было самое любимое блюдо поэтому сейчас я яйца вообще не кушать не могу ну нет иногда да или в салате я кушаю и то есть иногда на завтрак раз за целую неделю я могу съесть а так нет за три года училище вот здесь вот так что еще одно мое такое блюдо которое я вот если ничего не будет я его съем макароны понимаете у меня папа электрик и он работал два года на макаронной фабрике а тогда вот как бы сказать такой период нашей стране был что кризис и им два года выплачивали зарплату макаронами вы понимаете да за два года у меня макароны были уже здесь вот уже вот вот туда уже то есть мама делала уже все что могла запеканки да если я в садике обожала запеканку то я даже запеканку уже не кушать то есть макароны это последнее если там конечно будет мясо много и сыра или вот в одном итальянском ресторане я ела макароны там такая подлива что мне даже было все равно что там макароны то есть если классно реально приготовленные я буду кушать а так ну и подошли с вами к самому большому и событию моей жизни это я в 20 лет забеременела 21 родила пришлось выйти замуж ну сами понимаете знаете я понимаю что в 20 выходить замуж не рано но я даже еще и не думала об этом то есть как у нас говорили шкафчик на голову мне еще не не упал тогда но я бы никогда в жизни не убила своего ребенка поэтому я любила своего мужа я ничего не хочу сказать я любила но как-то в брат вступать я еще как бы не была готова но я очень рада что это событие произошло моей жизни потому что ребенок это все когда бог награждает тебя ребенком твоя жизнь полностью меняется это такая красотулечка ради которой ты готов на все ты делаешь такие подвиги которые ты в жизни бы даже подумать не смог то есть конечно все остается то же самое твой любимый человек твоя работа твои близкие родные но это знаете как-то уходит на другой план потому что вот эта красотулечка которая может плакать может улыбаться может что хочешь делать но это всегда идет в радость и ты переживаешь за свою сынульку или у кого-то дочка может быть есть в сто раз больше чем за себя то есть если он болеет ты думаешь лучше я заболею лучше мне будет плохо чем вот этой красотульке вот этой кнопочки вот а когда у него какие-то достижения да это все ты считаешь что твои достижения это вообще ничего то есть это вообще никак а вот он сыграл на дудочке и видно саксофоне да и все у тебя такая гордость идет а